Друзья, вы спрашивали, как добыть алмазов, не донатя на шахты Китая. В группе Mobile Legends GameMoba проходят регулярные розыгрыши алмазов за репосты, за подписку, за видео и многое другое. Кроме того, в постах смешные видео, арты, комиксы, косплеи. И прямо сейчас проходит алмазный конкурс, ссылка в описании. Мур, привет, друзья, с вами Зверько. А разработчики забили на очередность и выпускают персонажей как вздумается. Поэтому нам представили Гвеневру, а я, соответственно, зеленый гайд для вас. Итак, Гвеневра это боец-маг со стилем боя более мужественным, чем у братца Ланселота. Давайте посмотрим на навыки. Пассивка. У Гвеневры нет маны, хоть и наносит даже с руки магический урон, но у нее есть шкала супермагии. Когда она заполняется, Гвеневра может прыгнуть к противнику с сильным ударом и восстановить 10% от своего потерянного хп. Шкала заполняется от вносимого урона, все как у Аргуса. Кстати, на тестовом был баг, когда использование Золотого Посоха многократно ускоряло применение этого навыка, благо это убрали. Пассивка Гвеневры дает бонус к выживаемости, урону и, главное, к перемещению. Плюсом, Гвеневра наносит 25% больше урона персонажам, находящимся в воздухе, но реализовать такой потенциал проблемно. Первый навык. Тут все просто как карандаш. Выстрел с густком энергии в выбранном направлении. Маг урон и замедление бега на 70%. Хорошо, что снаряду увеличили скорость, теперь можно им догонять в спину убегающих, ну или перекрывать свое отступление. Бонусом, попадание по противнику сократит КД навыков на 1 секунду. Второй навык. Прыжок и отскок. Гвеневра взмывает ввысь и, как финист ясный сокол, шарахается об землю, тем самым подкидывая противника или несколько противников в воздух на 1 секунду. Расстояние огромно, профит очевиден. Урон и подкидывание. Вдобавок, этот навык преобразуется в отскок. Гвеневра оставляет дубль с себя и отскакивает в выбранном направлении. Через 2 секунды дубль исчезает, нанося урон. Минус в том, что урон от дубля не триггерит пассивки предметов. А плюс, что он считается за героя и может впитать крюк Франка, ульту Лесли, ульту Харли и прочие чудные вещи. Любой навык противника. Это основной навык Гвеневры. Ульта. Гвеневра наносит урон магии вокруг себя, подобно Адетте. Но не по такой широкой области и не так долго. Зато, если противник находится в воздухе, то там он остается на пару секунд подольше, в беспомощном подвешенном состоянии. Как видно из навыков, сильного внесения урона нет. Есть шикарный прыжок с контролем и отходом. Плюс урон магии с руки. Лично я вижу Гвеневру как инициатора боя, подобно Чу, или как внесение контроля в гуще массового боя. От этого и будет моя сборка. Эмблемы. Возьмем эмблемы мага с КД, вампиризмом и третьим перком. Он будет чаще активироваться, чем второй. Способности на свой вкус. Тут я предпочитаю вспышку, но может подойти еще очищение или оцепенение. Сначала объясню сборку. Маны у нас нет, а значит можем взять магические сапоги для ускорения КД. Или волшебные сапоги, поскольку мы должны лезть в бои и инициировать ганги. Это даст нам золото. Концентрированная энергия. Вообще, я противник предметов на отхил в раннем этапе. Но тут множество профита для самой Гвеневры. Она будет исцеляться и в рукопашной, и от навыков. Другой вампиризм на атаке с руки не работает. Кстати, тут меня надоумили разобрать объемы вампиризма. Подписывайтесь на канал и ждите в МЛ Фактах. Далее, вариативный слот. Я предпочитаю Жезл Снежной Королевы. Чтобы после нашей инициации враги не разбегались как тараканы, а медленно ползли. Плюсом нам увеличит исцеление. Другой вариант. Коса Бедствия. Увеличит наш потенциал в рукопашной. Это для тех, кто предпочитает драться между применениями навыков. Третий вариант. Мимолетное время. Для тех, кто любит часто применять полноценную комбинацию из навыков. О ней я расскажу позже. Следующий слот. Пылающий Жезл. Он внесет дополнительный урон к горениям. Который продуктивно отобразится на всех навыках. Потому что у нас довольно быстрая перезарядка. И если вы собираетесь в урон, то вот что поставим в последние два слота. Можем взять Священный Кристалл и Божественный Меч. Притом, последний неплохо увеличит урон с руки. Поскольку проникновение действует на магический урон. Механику брони можете найти на канале. Ссылка будет в подсказках справа сверху. Тактика. Начнем с полной комбинации. Прыгаем вторым навыком к противнику. Подбрасывая его в воздух. И тут же наносим удар рукой. Если вы ловкий, смелый, умелый. Да еще косу бедствия купили. Сразу после жмем на ульту. Задерживая противника в воздухе. И нанося урон после. Теперь отскакиваем вторым навыком. Кастуем первый навык. И опять автоатаку. На первую или вторую автоатаку. У вас будет заряжена пассивка. И вы нанесете дополнительный урон. От такой комбинации. Если вы все сделали правильно. Сквиши ложатся как миленькие. А впрочем и другим довольно больно. Задача Гвеневры по моей сборке. Постоянное участие в боях. Выпрыгиваем из кустов к противнику. И прожимаем ульту. Прыгаем в кусты в поисках засады. Всяко как можем портим жизнь противнику. Гвеневра персонаж тонкий. И открытые схватки скорее всего не переживет. Особенно когда люди привыкнут к ее стилю боя. Но ее подвижность делает ее очень живучей. В массовые файты. Первый соваться ну такое себе. Лучше немножко подождать когда основной танк. Впитает весь контроль. И впрыгнуть туда с короткой комбинацией. Кстати. Проверять кусты можно еще и первым навыком. А не только собой. В итоге. Я бы не назвал Гвеневру персонажем нагиба. Но играть ей интересно и весело. А на этом все друзья. Подписывайтесь на канал. Делитесь видео с друзьями. Для понимания механики игры. Заглядывайте в ML факты. И конечно ставьте лапки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok